Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе «Полезные вещи для рыбалки». Сегодня я расскажу, что цвет у воблера, даже вот одной модели воблера, очень имеет значение, очень большое значение имеет. И очень важно подобрать цвет воблера. В затонах у нас, я подобрал его для нашего региона, более-менее в затонах, в карьерах, где вот куча камышей, водорослях, я подобрал этот воблер. Например, модель. Это «Darter Requin», например, «Strike Pro». Но не все цвета еще эффективно работают. И давайте я покажу, что я сделал. Я на своем опыте покажу все и расскажу. Давайте начнем. Далее я вам расскажу, как защитить воблер. В следующий раз я «Darter Requin» вот этот цвет возьму, я покрашу его. Ну, может, и сейчас покрашу, как я все блесны-вертушки покрасил. Этот «Sapon Lack» покрываем только готовые изделия. Ни в коем случае, которые мы красим, краска эта даже через неделю, она долго засыхает. Но есть фонарики, которые его быстрее с фонариком ультрафиолетовый засыхают. Но «Sapon Lack» лучше на готовые изделия наносите. Это плюс такой вам бонус маленький. Кисточка «Sapon Lack» мы покрываем воблер, и он более такой, ну, более устойчивый встает уже. Защита лака. Лак, он высохнет. Это делайте лучше где-нибудь на лоджии, на улице, потому что вонь страшная от него. Но через неделю, например, я на вертушках уже испытал, и лак это высыхает. Он самый надежный, надежнее, чем лак для ногтей. И уже не так страстны уже повреждения нашему воблеру. Он более будет устойчивый. Но сегодня видео мы, что цвет очень сильно влияет. Я показываю рабочие воблеры «Darter Air Queen» 13, 10 и 8 сантиметров. Они два ушка, заглубление 10-20 сантиметров. И сегодня я покажу, что я, ну, вот самый эффективный цвет я нашел. Он лучше всех у нас работает в зоотонах, в траве. Но посмотрите, все воблеры, все вот воблеры, все я разловил, но не разловил. Только один вот этот воблер, он белого цвета, но мёртвый он был. Сколько я не кидал нигде, нигде он никогда не брал. Он был белого цвета такого, но нигде. Не берёт щука его и всё. Я закидался, перекидал ни разу ничего. За сколько, 5-7 лет я их использую, ни разу ничего я на него не поймал. Цвет. Из-за этого доказывает, что цвет тоже очень сильно влияет при ловле на щуку. То есть воблер сам по себе мало, что у него игра. Он очень удачный, успешный, хорошая у него игра. Нужен ещё цвет подходящий. Также я про вертушки рассказывал, что вот эти красные точки, у меня наклейки слетали. Окунь, например, сразу переставил брать. Цвет, размер и сам воблер имеет всё значение. Я подобрал самый оптимальный размер, 13 сантиметров он лучше всего берёт. 10,8 тоже берут. Но цвет был белый и за 5 лет я не понимал на него ничего. И что видите, в подтверждение я взял, перекрасил. Чем можно вообще покрасить воблер? Пермаментные, в концтоварах продаётся 150, пермаментные вот эти маркеры. Лаки вот эти вот три кита. Автомобильные лаки с кисточкой есть. Самое главное, покройте, после покройте лаком. Тут лак флуоресцентный есть, например, три кита. У меня есть такой просто прозрачный лак три кита с блёстками. Просто покройте его лаком с пирокраской. Краска высохнет, покройте лаком и так же ловите без всяких проблем. Я покрасил этот воблер. Он был, видите, сам покрасил зелёной краской. По краям просто вот сам хаотичный, видите, он видно. Эти более качественные, потому что это заводская краска. И этот воблер покрасил я. И что вы думаете, применил его на рыбалке. И сразу на него, именно только на него поймал четыре щуки. То есть именно цвет, и сегодня видео, и именно другие. Можно посмотреть, как крашу, как что-то. Я ещё делал других видео, что цвет, ещё раз доказывает, имеет очень большое значение. До этого я за пять лет на него не поймал ничего, а на другие все ловил. Из-за этого доказывает, что цвет имеет большое значение. Это не 15 лет назад, где я на ржавую китайскую блесну ловил по 18 щук. Щука может быть неактивна. Щука может вообще не погнаться и не взять этот воблер, если увидит. Некоторые думают, что щука может взять на всё. И это не так. Сейчас рыбы очень мало осталось. И надо подбирать именно качественные, хорошие приманки, которые будут работать. И тогда мы будем нормально ловить. Всякий китайский ширпотреб я уже давным-давно в приманках не использую. У меня он лежит, я на него ничего ловлю, стараюсь брать какие-то более качественные приманки. Постоянно беру, постоянно экспериментирую, смотрю, на что ловит. Вот и цвет. Ещё даже мало подобрать воблер. Очень успешный. Я нашёл успешный для себя воблер. Дартер Эрквин. Но цвет тоже имеет очень большое значение. На какой-то цвет неудачный. Ну, во всех регионах, наверное, будет по-разному. На какой-то цвет вообще будет мёртвый. И щука его вообще не будет брать, будет игнорировать. Итак, напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу. На сегодня всё. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok